Сейчас, мы в прямом эфире, пока никого нет. Ждем. Да. Слушай, ты что-то похудел, что ли? Как-то лицом. Ну, я же готовлюсь к чемпионату. Нет, ты не так похудел, ты лицом похудел. Я и так тоже. Да? Чего, много сбросил? Ну, парочку-то килограмм, да. Пока здесь жил, готовился, в любом случае. Или я там работаю, не так активно двигаюсь, или здесь уже. Мы пока с Сергеем Туршевым просто общаемся, пока тут к нам присоединится народ. Чуть-чуть. Слушай, ну, скажи мне, пожалуйста, вот твое личное мнение, пока тут присоединяется народ. Да-да-да. Стадион вообще нормальный? Нет, место вообще, на самом деле, шикарное. Место классное. Единственное, сейчас вот до ума довести, да, здесь, то есть, небольшие проблемы, там, да, с ратраками случились. Слава Богу, решили эти проблемы, все. То есть, по проживанию, там, у некоторых есть проблемы. Ну, не совсем всем места хватает, да. А так, в целом, место шикарное, трассы просто обалденные. То есть, я здесь, когда на сборе был, сколько, полностью целый круг, если проезжать, порядка 25 километров. То есть, это, ну, скажем так, примерно, как европейский уровень. То есть, у нас есть места, где просто есть, там, 3-4 километра трассы, и все, больше ничего нет. Здесь есть, пожалуйста, с рельефом круги, пожалуйста, сравненные круги. То есть, есть и очень жесткий рельеф, есть и помягче, есть все абсолютно. Ну, и на горнолыжке можно покататься. Да, да, пожалуйста, вот на горнолыжке. На самом деле, очень шикарно. Всем привет. Привет, мы находимся в Малиновке, Архангельской области. И мы решили сделать пробный... Короче, я попросил Сергея сделать сегодня экспресс-резюме по гонкам сегодняшним. Потому что по вчерашним гонкам он тренировался, я ничего сказать не мог. Экспресс-такой интервью про гонки, которые были сегодня. Ну, и решили не просто записаться, а выйти еще в прямой эфир, поотвечать на ваши вопросы. Хотя, наверное, мы уже задолбали всех своими прямыми эфирами. Сергей, привет. Приветствую, да. Скажи мне, пожалуйста, давай начнем с женского скейтлона. Да. Расскажи мне, пожалуйста, вот твое видение. Ты его смотрел? Сразу скажу, видел частично, так как, я не знаю, может быть, многие уже знают. Я сам принимал сегодня участие в мужском скейтлоне. Видел частично, видел, да, что Анастасия Седова сразу же пошла в отрыв. На классической дистанции, то есть начала делать задел, да, там кто-то из девчонок попытался именно в классике удержаться в лице Лидии Дуркиной, но на коньке что-то, видимо, не получилось. И там уже Алиса Жамбалова, Аня Нечаевская, те, кто коньком себя чувствует довольно-таки уверенно, сделали свое дело и заехали также на ходе. Но в целом все равно борьба у девчонок была, по крайней мере, за второе место до последних метров. Да, Настя там уехала в небольшой отрыв, но тем не менее, девчонки все не поборолись. Молодцы. Ну, вот ты сам видел эти круги, классические, которые круг был направо и коньковый налево. Вот я снимал просто с дрона и очень, мне казалось, вот этот левый круг, правый круг, классический, такой спуск, но я не знаю, сколько там петель. На нем вообще, наверное, отдохнуть невозможно. А, нет, это значит, коньковый снимали петель на финишном кругу. Нет, на самом деле, здесь такая своеобразная трасса специфическая. Здесь очень длинные спуски и здесь очень тяжело уйти в отрыв. За счет, ты как бы пытаешься на подъемах уйти в отрыв, да, но потом идут очень длинные спуски. И та масса спортсменов, которая идет сзади, вот именно за счет массовости, за счет потока, за счет того, что они там подталкивают друг друга, они набирают очень хорошую скорость и передних постоянно, а те, кто впереди идет, да, они постоянно накатывают. И это очень проблематично. Ну, Настя сегодня на женской гонке сделала все-таки этот задел, сделала этот отрыв. Что касается мужской гонки, этого сделать не получилось, да. И то же самое, что касается, что классической части, что коньковой части дистанции. То есть, очень длинные спуски, где спортсмены больше восстанавливаются и потом в подъемы как бы идут ближе друг к другу. То есть, там уже, ну, в подъем таких больших отрывов никто не может сделать. Все и решается, можно сказать, только на финише. Ну, как сегодня, в принципе, и решилось, только на финишной части. Я не смотрел саму гонку и сами эти отсечки, потому что летал там на дроне, но я слышал комментатора Романова, и он все говорил, что ты там в лидерах, в лидерах, в лидерах, в лидерах. Там, в общем, даже шутка такая была, типа, кто проигрывает Туршева, тот не попадает в сборную. Ну, вот, чего не хватило? Ну, первый круг, допустим, сегодня у меня был стартовый номер 43, да, я весь сезон не участвовал в российских стартах, у меня сейчас достаточно плохие руспункты, физпункты, потому что если ты не участвуешь в соревнованиях, то постоянно получаешь пенальти, и все хуже и хуже становятся эти пункты. И что, у тебя никакого блата, что ли, нет? Нет, блата у меня нет, я на таких же правах, как все спортсмены. И, ну, поэтому у меня получился далекий стартовый номер. И в течение первого круга я постарался, в принципе, выйти в группу лидеров, да, ну, у меня это получилось. Первый круг на финишный спуск даже получилось так, что я первый съехал. Ну, потом я понял, что первым идти мне не стоит. Я сразу же сел пятым-шестым и спокойненько шел в группе лидеров. На коньковой дистанции, да, получилось так, что мы пошли в первый коньковый круг. Я на спуске опять же всех накатил. Посмотрел, что у меня достаточно неплохо едут лыжи. Ну, думаю, ладно, надо попробовать подъем. Кто отсеется, тот отсеется, тот, извините. Ну, как бы поработал, вроде кого-то там отсеяли. Ну, большая часть все равно спортсменов осталась, да, рядом со мной. А насчет шутки, да, это я так шутку запустил такую перед гонкой, что те, кто сегодня проигрывают тренеру, то есть мне, то в сборную не попадает. И Андрей, как раз мы шли рядом с Андреем Романовым, и он услышал эту шутку, ну и решил, давай, так сказать, масла в огонь, что у него, видимо, получилось. Потому что после гонки очень много народу обсуждало это. Блин, а как же сейчас в сборную попадать, если мы проиграли тебе? Ну, скажи, ты доволен результатом? На самом деле, да, с одной стороны доволен, с другой стороны не очень, да. Да, я, честно сказать, я не просто так приехал, взял и пробежал в Малину, кидал там, занял 12 место, проиграв первому месту всего лишь 15 секунд. То есть я после последнего этапа Кубка мира в Фалуне, скандинавского этапа, я поехал сюда именно целенаправленно готовиться к чемпионату России, потому что у меня есть некие обязательства, не то что обязательства, некая договоренность с Хантамансийским округом, которую я представляю. Я поехал сюда готовиться к этому чемпионату, я готовился. На самом деле, изначально я, когда приехал сюда, я думал, ну, будет в пятнашке, будет хорошо. Потом, ну, как говорится, вкус приходит во время еды. И, когда я уже начал готовиться, я смотрю, что состояние вроде неплохое, так думаю, значит, надо попадать в десятку. И вот до последнего, до, скажем так, финишного створа, все складывалось в мою пользу, но в финишном створе меня Алексей Олиценко, Андрей Парфенов и Сергея наших все-таки обыграли, не дав мне попасть в десятку. Я, с одной стороны, доволен, с другой стороны, немножко расстроен, что доволен тем, что лидером проиграл всего лишь 15 секунд. Это, я считаю, что это очень здорово, это достаточно неплохо. А расстроен тем, что не попал в десятку. Ну, они, видимо, просто очень хотели эти трое попасть в сборную. Ну, да. Причем Андрей Парфенов подошел ко мне после этого, говорит, все, я критерию отбора выполнил. Я говорю, к тебе вопросов нет. Скажи, напомни, пожалуйста, кто выиграл, кто в тройке у женщин и мужчин. У женщин Анастасия Седова победительница с пиатлона сегодня, Алиса Жамбалова на второй позиции и Аня Нечаевская на третьей позиции. У мужчин выиграл Алексей Червоткин, вторым Максим Олегжанин и третьим в разножке стал Андрей Мельниченко, четвертый Иван Якимушкин. То есть они вот в разножке там разыгрывали между собой третье место. Опять Максу не дали выиграть. Ну, второй, да, да. Алексей Червоткин выиграл на финише сегодня. Сейчас еще тут вопрос. На дроне можно ли снимать пониже? К сожалению, снимать пониже нельзя, потому что люди ходят. Если бы зрителей не было. Кстати, вот скажи мне, пожалуйста, ну ты был на предыдущих чемпионатах мира и в Ханты-Мансийске, и в Тюмени. В чемпионатах России. В России, извини. В Ханты-Мансийске, и в Тюмени. И ну вот здесь зрителей, мне кажется, гораздо больше. Нет, здесь зрители приходят. Самое главное, что здесь зрители, скажем так, голодны до таких соревнований. Они не привыкшие, да, вот к таким соревнованиям. Им интересно это. Они приходят, болеют, стараются сфотографироваться со всеми. Тем более, у нас достаточно неплохое выступление на чемпионате мира. Да, у нас очень много медалей. Да, у нас нет золота, но тем не менее, у нас очень много медалей. И сюда приехали те ребята, которые завоевывали эти медали. И все зрители хотят посмотреть именно на этих ребят, сфотографироваться, получить автограф. Это очень классно, это здорово. То есть очень много детей, да, здесь, которые приезжают и сверху вниз смотрят. Ой, это же там Большунов, там Спецов, там Днепряев. О, что-то, это же классно. То есть они до этого смотрят и видят их только в телевизоре, а здесь в реалии. То есть ребята все открыты для общения. А в каких гонках еще будешь участвовать? Еще побегу 15 индивидуальную и эстафету. Послезавтра разделку? Да, разделка. Эстафету. Командный спринт? Есть помоложе. Посмотрю, нет, я посмотрю. Если попросят меня, то может быть поучаствую. Но пока не планировал. Просто боюсь к эстафете не отойти. Большой. Все-таки возраст, да. Может быть какие-то секреты раскроешь? Кто придет в группу Крамера, а кто ее покинет? Пока ничего сказать не могу конкретно. Еще не общались ни с Еленой Валерьевной, ни с Маркусом по этому поводу. То есть будет тренерский совет, будет что-то решаться. И все узнаете позже. Тот тренерский совет, который будет в конце апреля? Да. В Москве? Да. Понятно. Макса не оставите в сборной. Так Макс как бы заканчивает. Макс сам, да, объявил о завершении карьеры. То есть тут не к нам претензии. Скажи, пожалуйста, Большонов будет бегать? Он, так я видел, немножко приболел? Да, он немножко приболел. Но насколько я знаю, эстафету Большую точно побежит. Не знаю, как по гонкам, но эстафету Большую точно побежит. Конечно, извините меня, тут такое соперничество между регионами пошло. А кстати, вот еще, по-моему, Белов заболел? Да, Белов, Ретивых заболели. Белов жил с Ретивых, возможно, это какую-то роль сыграло, не знаю. Белов приехал с Канады приболевшим. И вот они жили вместе, и возможно, что-то сыграло какую-то роль в этом. И они оба уехали домой. То есть Ретивых накануне уже сообщил о том, что я заболел, я не побегу. Белов тоже долго думал, побежит он, не побежит. И в итоге принял решение все-таки ехать домой и лечиться. Это вот конец сезона? Да, это конец сезона. Плюс Белов при перелете почувствовал недомогание. То есть он в Канаду уже прилетел и, как вы знаете, не бежал там. То есть он там уже почувствовал недомогание после скандинавских этапов. Плюс просто в Скандинавии уже в последней гонке тоже такая погода была мерзкая. Так скажем, весенняя, да, вот это, она меняется постоянно плюс на минус. И здесь, если ты очень хорошо себя чувствуешь, да, иммунитет может как бы ослабнуть и очень легко подхватить любой вирус. Вот спрашивают, а Терентьев где? Кто? Терентьев. А Терентьев здесь, я увидел, он бежал спринт, насколько я знаю, не могу сказать, какой результат показал, но он бежал спринт. Сергей, а ты не занимаешь случайно чье-то место, место молодых в эстафете? И за какую команду вы бегаете, спрашивают меня, я это знаю. Да, бегаю за Хантамансийский регион. Сразу скажу, сегодня среди тех, кто бежал за Хантамансийский регион, я занял второе место. И я думаю, что чье-то место я точно не занимаю. Честно отобрался. Честно отобрался, да. То есть у нас сегодня у Хантамансийского региона Иван Кирилл занял шестое место, я занял двенадцатое место. Следующий Евгений Дементьев, тридцать первый был. И потом Валерий Пономарев, сорок восьмой что ли. То есть судить вам, занимая чье-то место или нет. Вот нас уже девяносто восемь человек смотрят. А когда, какого числа точно будет тренерский совет? По-моему, двадцать пятого. Двадцать третьего, насколько я помню. Двадцать третьего. Скажи мне, пожалуйста, вот есть очень большое количество людей спрашивают, зачем проводить в такой глуши чемпионат мира, о чемпионат России. Ну, я отвечаю, что как бы всего три стадиона, четыре стадиона. Таких это Ханты, Тюмень, Сыктывкар и Малиновка. Вот такого уровня, который годится для поведения чемпионата России. И идет ротация. Но вот то, что не трансляция, это такой большой минус. Это да, на самом деле, это огромный минус. И на самом деле, то, что идет ротация, это очень здорово. Не нужно зацикливаться на каком-то одном стадионе. То есть, если есть стадионы, почему их не использовать? Их нужно использовать. Их нужно развивать. Все те места, где у нас есть лыжные стадионы, это нужно развивать. То есть, это, наоборот, подспорье для остальных регионов, что они будут видеть, что где-то строится, где-то развивается. И им тоже будут хотеть именно проведение таких соревнований. И, может быть, тоже будут какие-то стадионы строить. Но да, я не скажу, что тут какой-то там центр города, да, какого-то большого, что да, далековато. Но, тем не менее, с другой стороны, здесь именно свежий воздух, атмосфера классная, тишина. То есть, в плане подготовки, в плане проведения соревнований, это классно. А то, что нет телевидения, ну, это упущение, наверное, телевидения, когда приезжают ребята, которые завоевывают столько медалей и проходят чемпионат России. В принципе, здесь от Москвы, ну, сколько там, часов 9, да, наверное, езды до сюда? 11. Ну, ладно, 11, ничего страшного. Для телевидения, которое приезжало из Москвы в Ханты-Мансийск, где намного дольше ехать, то есть, даже в ту же Тюмень, ничего страшного не было. То есть, и сюда тоже так же можно было приехать. Но, видимо, сами телевизионщики не хотят этого. А вот тут спрашивают, почему в Рыбинске не проводят? Ну, почему не проводят в Красногорске, понятно. Там сейчас снега нет вообще. Ну, и по той же причине, что, скорее всего, и в Рыбинске, потому что, во-первых, по отсутствию снега, да, а во-вторых, там, возможно, я не знаю на самом деле почему, но в последнее время Рыбинск больше проводит марафоны, насколько я знаю. Но в какое время? Вот так, в начале марта, по-моему, Деминский марафон, в начале марта, по-моему. Ну, так это месяц уже спустя. Да, да, да. В смысле, за месяц, да. Нет, ну, я не знаю на самом деле, почему в Рыбинске, это не ко мне вопрос. То есть, может быть, и в Рыбинске тоже готовы, но в силу каких-то обстоятельств, ну, не делают там соревнования. Ну, скорее всего, потому что нет гарантированного снежного покрова. Ну, возможно, да, это вполне вероятно. Вполне вероятно. Но в Питере вообще стадиона нет нормального. И еще я также могу сказать, возможно, одна из причин, что сейчас меняются критерии, не дешевые критерии, меняются требования к трассам. И стараются делать, допустим, в том же Скиатлоне и классический круг отдельный, и коньковные, отдельные круги. Разные. И в Рыбинске, насколько я помню, такого сделать невозможно. То есть, там был один круг на все. И, то есть, возможно, из-за этого сейчас вот идет такая тенденция, что выбирают именно те места, где вот можно провести именно вот эти гонки. Ну, этот человек говорит о том, что отсутствие трансляции – это явно недоработка федерации. Абсолютная глупость. Но как федерация повлияет на телевидение? То есть, это выбор телевидения, а не федерации. Федерация, вот и проект на лыжи, наоборот, старается вам помочь, чтобы хоть как-то отснять что-то, показать. То есть, если телевидение не заинтересовано, то это не федерация. Права те же самые покупает не федерация, а телевидение покупает. В Питере нет стадиона. УТЦ Кавгалова считается учебно-тренировочный центр. Трассы не подходят для проведения чемпионата России. Они там не гомологированы, насколько я знаю. Для биатлона они гомологированы, но только для юниорских соревнований, для взрослых соревнований, ну, по крайней мере, еще два года назад не имели они сертификата. Вы откуда? В Питере есть все. Смешно, да. Очень смешно, что в Питере есть все. Я был одним из тех, кто принимал в Токсово объект, и поэтому не надо говорить о том, что в Питере есть все. Да, есть все. С точки зрения любителей есть все, я согласен. Но с точки зрения профессионалов, которые разбираются в том, что подходит эта трасса или нет, скажем так, там не все готово. Привет из Нижнего Тагил. Да, привет. Тагил. Тагил рулит. Люди подписывайте петициями все спорта по трансляции чемпионата России. Да, ребят, ну, все будет. Все к этому придет. А в Сочи, кстати, почему? Из-за высоты не проводится чемпионат? Да, ну, все-таки из-за высоты, потому что в основном чемпионат России проводится в конце сезона. Плюс сейчас там очень сложные погодные условия. Там просто было бы невозможно сейчас проводить чемпионат, потому что там очень бы все сильно проваливалось. И бегали бы такой каши. А конец сезона, сами понимаете, спортсмены уже уставшие. Плюс еще высота. То есть не готовы на такие риски. То есть убивать спортсмена в конце сезона, чтобы перед началом следующего, лучше не надо. Лучше проведем в тех местах, где все достаточно спокойно проходит. Ну, вот скажи мне, пожалуйста, после Олимпиады, после чемпионата мира, после этапов Кука мира, чемпионат России для спортсменов это уровень? Конечно. Нет, ну, посмотрите сюда. Все приехали, все ребята наши приехали. Допустим, тот же вот Саня Большунов, он сейчас заболел. Он хотел бежать здесь гонки. Серега Устюгов, посмотрите, после чемпионата мира, он каждый год приезжает на чемпионат России, он бежит в сегонки, он готовится к этому. То есть он хочет побеждать именно чемпионат мира, потому что это тоже уровень. Быть чемпионом России, это очень престижно. Не каждому дано быть чемпионом России. Тем более, когда я говорю, у нас ребята очень сильные приезжают. А тем более, ребята постоянно на Кубке мира соревнуются. И тут наконец-таки приезжают в Россию, где спортсмены с регионов голодные до вот этой борьбы с этими ребятами, чтобы именно проверить свои силы. И каждый хочет выиграть. И каждый хочет выиграть, да, всех сборников, наказать их, чтобы доказать, что я тоже могу. Я тоже хочу, я тоже могу. И вот тут как раз-таки проявляются спортсмены с регионов. Тут многие пишут, что раньше смотрели биатлон, сейчас оторваться от лыж не могу. А я тоже из-за лыж перестал смотреть биатлон. Да, ребят, смотрите лыжи биатлон. Что вы? К сожалению, сейчас в биатлоне результаты не такие, как в лыжных гонках. Или... Да, к сожалению, правильное слово. Ну, все правильно, да. Несколько упали результаты. Но, кстати, мы вот анализировали свое время. Вот когда спад в лыжных гонках происходит, примерно через олимпийский цикл, или, может быть, чуть больше, 5 лет, да, появляется спад в биатлоне. Ну, слушайте, я, честно сказать... Так, не следил? Пока не следил, да, за этим. Первый год все-таки только в тренерскую деятельность, да, ушел. И начинаешь какие-то моменты замечать. Но пока, вот честно сказать, за этим не следил. Пока я радуюсь только тому, что у нас в лыжах все хорошо, работаем, работа видна, мы стараемся всей командой. Так что, думаю, зрителям тоже очень нравится. Вот многие тут у меня... Так, я повторюсь. Мы берем интервью у Сергея Туршева. Он выступает за сборную Ханта-Мансийска. То есть, как спортсмен. Как спортсмен, да. Он, значит, из Ханта-Мансийска. В сборной России я тренер, а он за Ханта-Мансийский округ как спортсмен выступает. Да. Скажи мне, вот многие спрашивают про тактику. Я два часа назад брал интервью у Юрия Викторовича Бородавка. И он однажды сказал такую очень правильную тактику. Вернее, очень правильное слово, фразу сказал. Для команды тактики нужны исполнители. На самом деле, да. Нужны ребята, которые именно будут готовы работать не на свой результат, а на результат того человека, которому нужно помогать. То есть, ну, блин, у нас в команде сейчас очень большая конкуренция. И любой из команды может заехать в призы. И тяжело осознавать то, что ты понимаешь, да, что ты силен, ты готов. Ты можешь сегодня показать какой-то результат, заехать в призы, а тебе нужно выполнять совсем другую функцию. И вот это вот осознание, оно очень тяжелое. И не каждый может с этим справиться. И многие думают, нет, сегодня мой день. Сегодня я. Сегодня я, да. И, то есть, ну, это со мной со спортивной точки зрения это все правильно. То есть, ты тоже в сборную попадал не для того, чтобы там, да, где-то что-то помогать, а ты хочешь тоже доказывать, что ты можешь. Возможно, там, как, ощущение такое, что, возможно, сейчас я докажу, что я могу, и завтра я уже лидером буду, а не тот человек, которому я должен помогать. И вот, вот это, говорю, может быть, каких-то там, я не знаю, отдельных людей брать, да, на такие функции, но у нас не так много места, чтобы каких-то других людей ставить именно для этого. А кто должен топнуть и сказать, так, все, блин, сегодня работаем на Большинова, или там, сегодня работаем на Устюгова, или там. Но это только, я думаю, что сообща, тренеры должны сесть за круглый стол, между собой решить, и каждый тренер должен довести до своего спортсмена, что вот все, у нас есть лидер конкретный, который борется за какой-то там титул, да, вот нужно ему помогать. Ничего не знаю, но нужно ему помогать. То есть, вот тогда, возможно, что-то будет. Но при этом, опять же, я сам попадал в такую ситуацию, когда меня просили помогать, я помогал, но после этого, там, допустим, у меня результаты не очень, да, были, и мне говорили, что, ну, извини, ты в сборную не попадаешь. И вот это большой минус. То есть, как бы, в ущерб себе я сработал, и потом, после этого, мне сказали, ну, результат у тебя не такой, как бы, хороший в этом сезоне, да, ты там, ну, извини, как бы, не то. И я думаю, что как-то в какой-то, в дальнейшем, как-то, возможно, что тренер, наверное, будет хорошо, если, может, не гарантируют как-то, да, какое-то место, ну, учтут, скажем так, вот эту помощь в дальнейшем для этого спортсмена, который будет помогать. Ну, вот сегодня я разговаривал с Викторовичем, он сказал, что там, допустим, на Мире, на полтиннике, да, там, ребята из его группы попытались помочь. Секунду. Попытались помочь, но кто-то дернулся и понял, что сейчас умрет, или кто-то еще не дернулся, и, в общем, решили, что нет, если они дальше будут, как бы, дергаться. Но, давай по-другому. Ваша группа над тактикой работать будет? Естественно, конечно. Нет, после событий вот этого чемпионата мира, я думаю, что сейчас все группы начнут работать, работать над тактикой, потому что уже и спортсменам, и тренерам всем надоело в том, что мы проигрываем норвежцам только в тактике, а не в силе и выносливости, да. Я думаю, что в этом году именно уделим очень большое внимание именно тактическим каким-то разработкам, моментам, то есть в тренировочном процессе. И на следующий год, я думаю, что наша команда будет работать более сплоченно. А вот ты сам как оцениваешь результаты чемпионата мира? Ну, вот с одной стороны 8 медалей, да, и в каждой гонке бились за медаль, ну, может быть, кроме одной женской, да, там, трясатки, и в то же время нет золотой медали. Ну, нет, я считаю, что результат очень хороший. Да, я еще раз говорю, обидно. Хотя была бы хотя бы одна золотая медаль, да, ну, было бы уже супер. Но если брать по сравнению с прошлым чемпионатом мира, у нас, правильно Елена Валерина заметила, упало качество, но стало больше количества. То есть в любом случае, это же спорт, первое место оно одно, и мы будем стараться, чтобы в будущем у нас было больше золотых медалей. Но если, как бы, вспомнить тот чемпионат мира в Лахте, ну, несколько раз нам удача помогла, да? Да, да, палку сломал. Принтерская эстафета 100% просто помогла удача. Серега, палку то, что сломал, сумбил тогда на прошлом скиатлоне, это неудача. Серега все равно был бы сильнее в финишном створе. Это 100%. Серега бы взял свое золото. В спринтерской эстафете 100% просто удача, да. Упал норвежец и финн, которые были уже в достаточно большом отрыве. А обыграть итальянца было просто делом чести, может быть, техники для Сереги. Он это сделал. Ну, тогда сломал палку этот... Короче, тогда повезло, удача была на стороне. Их? На нашей стороне, да. Сейчас, да, удача на их стороне была. Ну, как сказала Иван Валерьевна, пусть все эти несгоды пройдут до Олимпийских игр. Да. Да. А вот скажи мне, вы вот общаетесь со спортсменами иностранными? Вот в общении, в принципе, они нормально? Ну, то, что идет борьба у нас на трассе, то, что они не всегда и не совсем, скажем так, не то, что честно, нет, не честно, все по правилам. Не всегда морально правильно они поступают. Плюс там эти всякие санкции, да, отношения к России. Вот в общении с обычными спортсменами у вас есть какие-то сложности? В общении, на самом деле, именно со спортсменами сложностей абсолютно никаких. Я не скажу, что я прям в этом году очень много со спортсменами общался, да, по каким-то вот таким моментам. Я общаюсь достаточно неплохо с тем же Сунби, с Реута. То есть мы с Сунби всегда приветствуем друг друга. Он знает, то есть мы летом виделись с ним, он, когда увидел, что я у Маркуса помощником стал работать, он подошел, говорит, Слушай, поздравляю, молодец, это хорошая работа, то есть мы с ним как бы достаточно хорошо в дружеских таких отношениях. Я его всегда поздравляю после гонок, там, да. Ну, старички такие друг друга. Ну, да, да, да. То есть нет, там тот же Мозгрейв, с ним тоже пообщались, он говорит, слушай, ты же вот только бегал, а что сейчас как бы в тренерской деятельности занимаешься? Я говорю, да, вот с Маркусом, он говорит, ну, слушай, молодец, здорово. То есть когда вот так молодежка, с которыми мы бегали, да, вот идет на такую работу, это же так классно. Вот, больше общаемся все равно, ну, сейчас деятельность у меня немножко другая, тренерская, с тренерами, и вот когда происходят какие-то стычки, да, и решение принимается не в нашу пользу, то есть даже по тому же случаю Сереги и Клэба, очень многие тренеры подходили и говорили, что неправ Клэба, то есть изначально вид спереди показывает о том, что, да, Серега неправ, но когда показывают вид сзади, и видно, что Клэба специально Сереги перекрывает все, и все тренеры в один голос практически говорят о том, что неправ норвежец, но никто ничего сделать не может. То есть физ, которые сидят там... Закон работает в одну сторону? Да, да. В их? Ну, мы тоже ничего не можем сделать, мы стараемся там и апелляции подавать, и что-то делать, но... Ну, значит, надо просто выигрывать кучу-кучу золотых? Да, надо по-другому. Получать авторитет? Надо по-другому просто выигрывать тогда, да, брать хитрость у другой, и тогда все будет на нашей стороне. А ты говоришь по-английски? Ну, я же с Маркусом как-то общаюсь. Да, вот просто по-английски общаюсь. Ну, я думаю, что, наверное, на сегодня хватит. Ребят, если интересно, вы, пожалуйста, пишите в директ, нужно ли нам включаться в прямой эфир после каждой гонки с Сергеем Турышевым, который здесь, на чемпионате России, как спортсмен Хантамансийска, а так он, в общем, в сборной тренером в группе Маркуса Крамора работает. Всем спасибо, до свидания. Пока.